Всем привет! Сегодня у меня ягодный тарт к чаю. Простой на песочном тесте с черной смородиной, но ягоду можно взять абсолютно любую. И внутри с очень вкусной заливкой. Единственное, сразу хочу сказать, он у меня получился с такой хорошей кислинкой. Из-за того, что ягода была очень кислая. Поэтому попробуйте свою ягоду и добавьте побольше сахара. Если вы любите, послаще. Тесто песочное у меня простое. На сливочном, естественно, масле. Но еще я добавляю обязательно сметану. И на 2 яйца буду делать. 2 яйца разбиваю. Щепотку соли. Такую хорошую щепотку соли сюда. Добавляю 100 граммов сметаны. Опять перемешиваю. В муку высыпаю разрыхлителя 5-10 граммов. Я все 10 граммов высыпаю. Если у вас половина пакетика осталось от чего-нибудь, то 5 граммов тоже хватает. И вот вместе с мукой потихоньку начинаю добавлять. Немножко вот добавила и венчиком размешаю. Вот первый раз размешиваю венчиком. Пока не начнет появляться крошка. Где-то треть я добавила, а всего муки я беру вот здесь вот у меня 500 граммов муки. Я ее просеяла, приготовила. Всегда муки уходит немножко по-разному. Тесто стало крутым и теперь только руками нужно вымешивать. Добавляю еще муки. Чуть-чуть вмешиваю в это тесто и добавляю масло. Масло комнатной температуры, вот кусочками порезанное. И теперь вот я уже масло вмешиваю в тесто. Чуть-чуть сверху добавляю еще. И на столе хорошо уже нужно вымесить тесто. Вот этого количества теста обычно мне хватает на два небольших тарта. 20-22 сантиметра в диаметре. Тесто сейчас кладу в холодильник отдохнуть, кладу вот в чашку, закрываю пищевой пленкой. И оно отдыхает минут 20-30. Пока подготавливаю начинку. Пока тесто в холодильнике сделаю заливку. Заливку буду делать на йогурте. Вот здесь вот у меня 150 граммов просто белого сладкого нефруктового йогурта. 100 миллилитров сливок на одно яйцо. Чуть-чуть добавим сахара и ванилина. И черная смородина. Ягоду вы можете брать абсолютно любую. У меня замороженная, за неимением свежей. Но если, допустим, вы делаете летом этот киш или тарт с ягодами, то, конечно же, свежая ягода всегда лучше. Хотя замороженный в любое время года и очень вкусно получается, можете делать. Сливки, йогурт, ванилин, яйцо и сахар. Все вот смешала просто до однородности венчиком. Вот сейчас самое время попробовать на сахар. Должно быть вкусно-сладко. Вот как вам вкусно. И добавляю вот не с большими горками 2 ложки муки. И опять до однородности взбиваю. Крошка делается тоже очень просто. 2 столовых ложки муки, 2 столовых ложки сахара и граммов 50-60 сливочного масла. Не прямо с холодильника, а комнатной температуры. И вот все руками вот так вот хорошо. Вот так вот прям обваливаю кусочек сначала в муке. А теперь разбиваю все в крошку, чтобы однородно смешалось масло, мука и сахар. Вот смотрите, я вижу, что сейчас крошка у меня сильно прилипает к рукам. Она так сильно не должна прилипать к рукам. И я ее хочу сделать более мелкую. Поэтому я еще горсть муки, вот ложку, добавлю сюда. Поэтому здесь смотрите по состоянию крошки. Иногда бывает, что вот 2 ложек недостаточно. Это классический вариант. 2 ложки сахара, 2 ложки муки и 50 граммов сливочного масла. Но вот мне недостаточно. Поэтому вот я добавила еще, то есть 3 ложки столовых муки у меня сюда ушло. И она будет отличная. Она не будет жесткая очень. Она будет внутри нежная, а сверху хрустящая. Ягоду высыпаю в пюаву. Добавляю 2 столовых ложки сахара. Но здесь уже по вкусу, смотря какая у вас ягодость, сладкая или кислая. Вот у меня очень кислая эта черная смородина. И ложку кукурузного крахмала. Можно взять также картофельный крахмал. Перемешиваю. Ягоды прямо из морозилки. То есть я их не размораживаю. Их не надо размораживать, иначе они у вас превратятся в кишмиш. Как я уже сказала, тесто я сделала на 2 небольших вот таких вот пирога, тарта. Можете сделать один, допустим, пирог соленый. У меня на канале уже есть пирог киш с рыбой и брокколи. Очень вкусный получается. То же самое тесто. Но начинка там тоже очень вкусная. И вот сделать как соленый, так и сладкий пирог. Распределяю все рукой. И как вы обратили, наверное, внимание, что противень я смазала сливочным маслом. Обязательно нужно сливочным маслом смазать, чтобы он хорошо потом выходил. Распределяю все вот рукой, без скалки. Прокалываю немного вилкой дно, чтобы тесто не вздувалось, а поднималось равномерно. Выкладываю ягоды. Распределяю все по поверхности. Сверху заливаю вот заливкой. Но я заливаю всегда ложкой, чтобы вот более равномерно распределить. И засыпаю крошкой поверхность. И ставлю в духовку 180 градусов вверх-вниз разогретую на 45-50 минут. Но смотрите по своей духовке. Должно вот хорошо зарумяниться. И проверьте вот где-то сбоку, что да, уже все пропеклось. И зубочистка не липкая. Ставлю в духовку. Но вот у меня пирог сегодня был час, признаться. И вот я именно его проверяла зубочисткой. И внутри было сырое через 45 минут. Потому что вот заливка, иногда, когда делаете пироги с заливкой, то немножко может уйти больше времени. Поэтому обязательно проверяйте. Сейчас он остынет, и я покажу, как выглядит внутри. Вот он такой весь, очень много ягод. И из-за заливки, которая смешалась вместе с ягодами, вот видите, они такие равномерные получаются. Аромат просто потрясающий. Простой абсолютно рецепт. Делайте его к чаю. Приятного вам чаепития. Делитесь этим рецептом с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам всегда спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok